Роза Рамбаева против того, чтобы артисты выступали под фонограмму. По ее мнению, артисты, прославившиеся в интернете, не эстрадные певцы. Субтитры создавал DimaTorzok О своем творчестве рассказала Роза Рамбаева, любимая казахстанская певица, имя и песни которой разошлись по миру. Особой популярностью также пользуется и народный артист Димаш Кудайберген. Казахстанская артистка признала Димаша профессиональным певцом, однако она опасается, что его будущее и его голос будут под угрозой. О своем беспокойстве Роза Рамбаева уже говорила Димашу. Голос певцов такой же нежный, как артерия. Если его не беречь, можно потерять. Димаш Кудайберген много ездит по странам, исполняет песни на высоких нотах. Я беспокоюсь о его здоровье и голосе. Я ему уже давала советы. Но у Димаша родители профессиональные певцы. И он сам должен хорошо об этом знать, у каждого певца есть риск потерять голос. Время покажет, я тоже мечтаю не потерять свой голос, держаться на этом уровне и выступать на сцене, сказала Роза Рамбаева. Роза Рамбаева против того, чтобы артисты выступали под фонограмму. По ее мнению артисты, прославившиеся в интернете, не эстрадные певцы. Я против того, чтобы выступать под фонограмму. Об этом я еще 15 лет назад говорила. На сцене я исполняю песни живым вокалом. Считаю, что все, кто называет себя профессиональными певцами, должны выступать живым голосом. Сейчас у людей настолько плохой вкус, что они могут ходить и на концерты под фонограмму, и на живые концерты, отметила она. Роза Рамбаева часто занимается благотворительностью. Помимо нуждающихся, артистка взяла под свое крыло родственников и помогла многим из них переехать в город. У меня была цель, чтобы их дети обучались в городе, получили хорошую специальность. Не только родственникам помогаю, в целом много занимаюсь благотворительностью. Например, как-то я увидела по телевидению сюжет об ослепшем ребенке, который нуждался в операции. Я отдала все деньги на его лечение. И сделала это не для рекламы или похвалы, а лишь думала помочь ребенку. Я человек, который часто занимается благотворительностью. Если болит сердце и мне жалко человека, я отдам все, что есть в руках, сказала Роза Рамбаева. В заключение Роза Рамбаева заявила, что если бы не покойный супруг, может быть, она не прославилась бы как певица, а была простым преподавателем. Она признала его главным учителем в своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok